Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. В прошлом ролике мы тестировали реле напряжения с помощью латра. В этом ролике с помощью латра мы будем тестировать стабилизатор напряжения, а также будем сравнивать работу стабилизатора напряжения с работой реле напряжения. Ссылку на прежний ролик вы найдете в описании. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Как всегда, буду благодарен вашим лайкам и репостам. Почему я решил заказать именно тиристорный стабилизатор напряжения? У меня уже есть электронно-механический стабилизатор. Он реально стабилизирует напряжение. Но когда сосед занимается сваркой, то электронно-механический стабилизатор довольно громко трещит, подстраиваясь под меняющееся напряжение. Заказанный нот-тиристерный стабилизатор напряжения тихий, никаких звуков не издает. К тому же он имеет защиту от пониженного и повышенного напряжения. Он идеально подходит для питания газовых котлов, компьютерной техники и аудио и видео аппаратуры. Лично у меня он будет работать с газовым котлом вместо электронно-механического стабилизатора. Тестировать будем с помощью LATRA от компании Santec, который может регулировать напряжение на выходе от 0 до 300 вольт. Имеет мощность 1000 ватт и выходной ток до 4 ампер. Более детальный обзор LATRA планирую сделать позже. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы его не пропустить. Для тестирования я собрал следующую схему. Напряжение сети подал на вход LATRA. С выхода LATRA подал на вход реле напряжения и на вход стабилизатора напряжения. К выходу стабилизатора напряжения подключил лампу для того, чтобы контролировать его работу. А также работу стабилизатора напряжения мы можем контролировать по его индикаторам. Работу реле напряжения мы будем контролировать по его индикаторам. Назначение индикаторов я описывал в прежних роликах. Ссылки на эти ролики я оставлю в описании. Напряжение на LATRA сейчас 99 вольт. Автоматика стабилизатора напряжения работает, но выход его не подключен. Как вы видите, он показывает LO, что означает пониженное напряжение. То есть 100 вольт находится за пределами его стабилизации. И он не включен. Реле напряжения тоже отключено. Оно показывает 112 вольт. То, что индикатор реле напряжения показывает повышенное напряжение, неудивительно. Диапазон работы реле напряжения начинается со 140 вольт. Повышаем напряжение на LATRA до 120 вольт. Выход стабилизатора включается и на выходе его полноценные 203-4 вольта. Хотя на входе всего лишь 122 вольта. То есть этот стабилизатор напряжения поднимает напряжение почти в два раза. Реле напряжения выключено и показывает LU, что означает, что напряжение пониженное. Продолжаем повышать напряжение на стабилизаторе. Обращаем внимание, что освещение лампочки почти не меняется. И уже на уровне 205 вольт включается таймер на реле напряжения. Реле напряжения подключило нагрузку. На выходе стабилизатора напряжения по-прежнему напряжение в районе 230 вольт. Продолжаем поднимать напряжение на LATRA. На уровне 260 вольт у нас реле напряжения отключилось из-за перенапряжения. Но тем не менее стабилизатор напряжения по-прежнему выдает 230 вольт на выходе и не выключился. Продолжаем повышать напряжение. При уровне 290 вольт у нас на стабилизаторе сработала защита по перенапряжению и выход отключился. И наша лампочка отключилась. А реле напряжения по-прежнему находится в режиме защиты от перенапряжения. При этом на реле напряжения отображается HU, а на стабилизаторе напряжения отображается HI. Теперь уменьшаем напряжение на LATRA. Вначале у нас включился стабилизатор напряжения. И на выходе у него напряжение в районе 230 вольт. Ну а реле напряжения отключено. Продолжаем уменьшать напряжение. В районе 255 вольт на реле напряжения включается таймер. Сейчас он сработает и подключит нагрузку. Продолжаем уменьшать напряжение. В районе 200 вольт реле напряжение отключило нагрузку из-за недостаточного напряжения. Продолжаем понижать напряжение. И когда напряжение на входе стабилизатора стало меньше напряжения, которое он может стабилизировать, он отключил нагрузку и показывает пониженное напряжение. Выводы из этого эксперимента. Стабилизатор позволяет работать нагрузки в большем диапазоне напряжений от 120 до 280 вольт. При этом поддерживает стабильные 230 вольт. Недостаток значительно большая цена на этот прибор по сравнению с реле напряжения при той же мощности нагрузки. Стабилизатор в ролике рассчитан на 500 ватт. Актуальную цену на этот стабилизатор и на более мощные стабилизаторы вы можете узнать по ссылке под роликом. Реле напряжение стоит гораздо дешевле и может защищать более мощную нагрузку, но работает полноценно в гораздо меньшем диапазоне напряжений и вообще не стабилизирует напряжение. Какое напряжение на входе, такое на выходе. Наличие в электронном тиристорном стабилизаторе с защитой от пониженного напряжения и перенапряжения позволяет не использовать с ним реле напряжения. Достаточно поставить автоматический выключатель тока перед ним. Обычный стабилизатор напряжения лучше использовать с реле напряжения, которое будет отключать стабилизатор, когда напряжение будет уходить за пределы стабилизации данного прибора. Плюс, обязательно применяйте автоматический выключатель для защиты потоку. В следующем ролике я покажу, как правильно установить реле напряжения в щит. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы этот ролик не пропустить. Поддержите это видео лайком и репостом. И до встречи в новых и в старых видео.